Друзья, всем привет! Вы на канале Realtek. В этом видео я покажу, как можно установить индикатор уведомлений спереди на экран, если в вашей модели его нет. Допустим, как в модели Mi 9 Lite. Спереди индикатора уведомлений нет. Это очень неудобно. Я часто пропускаю сообщения, какие-то уведомления. И в этом видео я расскажу, как на любой модели телефона с AMOLED-экраном, то есть очень важно, чтобы был AMOLED-экран, как можно вернуть индикатор уведомлений спереди на экран. Вот я демонстрирую на Mi 9 Lite. Вот отлично работает индикатор уведомлений. Не нужны никакие root-права, не нужны никакие сложности. Все делается очень и очень легко. Друзья, информация очень полезная для таких ситуаций, поэтому не забудьте нажать сейчас на паузу и поставить лайк этому видео, чтобы помочь в продвижении канала. Спасибо! Итак, мы приступаем. Что нам необходимо? Мы заходим в Play Market и в поиски вводим Notify Body. Устанавливаю этот вариант. После установки запускаю это приложение. Верните ваш светодиодный индикатор. Окей, сейчас вернем. Иду на следующий шаг вперед. Теперь необходимо отдать согласие на разрешение уведомлений. Нажимаю согласие. И на этом приложении даю доступ к уведомлениям. Разрешаю. Теперь необходимо предоставить разрешение, чтобы приложение работало поверх других приложений. Показывать поверх других приложений. Окей. Все, теперь осталось выбрать необходимое приложение. Я выберу мессенджер, допустим, WhatsApp. Выбираю, включаю. После нажимаю на это приложение и здесь мы можем задать любой цвет на это приложение, на индикатор. Здесь можем оттенок любой выбрать. Нажимаю кнопку ОК. Далее, допустим, включаю Viber. И здесь можно уже другой цвет задать. Причем мы видим, здесь подсвечивается Viber зеленым, WhatsApp красным. Какие цвета я задал, такими идет и подсветка текста. Окей. Это мы были в каталоге, где все приложения. Если зайдем в системные приложения, тут сосредоточены системные приложения. Если вам необходимо на какие-то системные приложения, на уведомления, установить индикатор. Здесь можно найти. Чтобы долго не искать, можно воспользоваться поиском. Допустим, я в поиске веду сообщение. Включаю сообщение и задаю цвет. Далее, колокольчик. Это активное приложение, на которое я назначил индикатор уведомлений. Отсюда можно включать и выключать. И если нажмем на шестеренку, зайдем в настройки, здесь можно выставлять длительность анимации, интервал моргания анимации, таймер остановки. Это основные функции, каждый может настроить как ему необходимо. Давайте протестируем. Блокирую телефон и отправляю сообщение в WhatsApp. Вот таким вот образом приходит уведомление и идет мерцание. Теперь-то я не пропущу никакое уведомление и быстро среагирую и смогу прочитать. Если, допустим, периодичность мерцания слишком долгая, то можно зайти в настройки и интервал моргания сделать минимальный, допустим, единица. Тогда будет более часто мерцать индикатор уведомлений. Если это видео вам было полезно, не забудьте поддержать это видео лайком. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать уведомления о новых видео на моем канале. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал!